Музыка Андрей Николаевич представил нового председателя комитета по образованию Татьяну Токареву. Его заместитель по социальным вопросам Александр Новиков доложил, что образовательные учреждения готовятся к новому учебному году. Сейчас полным ходом идет подготовка к новому учреждению. На следующей неделе, 11 августа, на открытой скейтбольной площадке состоится кубок по личному скейтболу 3х3, освященный 25-летию концерна «Россеннаграда». И 12 августа на скейтбольной площадке также состоится региональный этап Российского фестиваля личного скейтбола «Оранжевый мяч». Участие в котором примут руководители концерна «Росэнергоатом» и руководители администрации Смоленской области. Поэтому приглашаются все желающие жители вместе с детьми. Будет большой праздник. Заместитель главы по экономике Антон Шестеряков пригласил 3 августа предпринимателей среднего и малого бизнеса в Смоленск на семинар по закупкам. Коммунальные службы готовят город к осенне-зимнему периоду. По тепловым сетям города практически закончена работа. Сегодня все потребители питаются без ограничений. И по горячей воде, и по холодной воде. Завершены испытания в городе, в том числе и в последнем третьем районе. Насильно успешно выявлен сегодня дефект. Поэтому на этой неделе планируем завершить ремонтную кампанию по тепловым сетям. Светлана Головачева доложила о работе Комитета по культуре, спорту и молодежной политике. 4 августа 18.00 состоится открытие международного фестиваля «Тяжелая вода-2017» на скалодроме. Программа фестиваля расположена на сайте и на афишах по городу. 6 августа состоится кросс-гандикап «Березка» в 10.30 в районе деревни Гимина. Начальник информационной службы Наталья Барханоева рассказала о том, что 29 июля на берегах водохранилища прошел байк-рок-фестиваль. Подробности в следующем сюжете. Байк-рок-фест «Атовный угар» – традиционное мероприятие. Байкеры из разных уголков России и ближнего зарубежья приезжают на этот фестиваль. Так в этом году участие принимали мотолюбители из Десногорска, Рославля, Смоленска, Москвы, Брянска, Минска и Вильнюса. Как видно, география очень обширная, но объединяет всех дух дружбы, любви к своим стальным коням и дорожные просторы. От Десногорска на фестивале побывали байкеры из мотоклуба «Сталкер». Организатором выступил Рославский мотоклуб «Вольфганг». Только для непосвященных это содружество кажется неорганизованным обществом. На самом деле это международное движение и у них есть своя жизненная философия, основанная на высоких человеческих качествах, которая диктует членам клуба определенные отношения и манеры поведения. Философия – байкер-байкеру брат. Всегда в дороге друг другу помогать. Не только в дороге, но и в жизни помогаем всегда. Если у кого-то какие-то проблемы, мы все вместе с копом помогаем. Прежде всего это верные друзья, взаимовыручка, взаимопомощь. Когда вместе, так проще. Дружная семья. Если надо помощь, всегда знаешь, к кому можно обратиться. Все безвозмездно помогают. На фестиваль приезжают люди, которым близка активная общественная позиция этого движения. Они считают их социально неравнодушными людьми и уверены, что молодежь должна быть широко вовлечена в такие клубы. Вы посмотрите, какие здесь находятся люди. Прежде всего это люди, занимающие активную жизненную позицию. Они двигаются, они участвуют в подобных мероприятиях. Многие приезжают сюда за сотни и тысячи километров для того, чтобы пообщаться, поделиться своими впечатлениями, пронести вот этот дух байкерского движения и поделиться им в том числе и с молодым поколением, с молодежью. Весь фестиваль «Атомный угар-2017» сопровождался большим рок-концертом, традиционными байк-конкурсами и, конечно, водными купаниями в Десногорском водохранилище. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова